Давайте откроем наши Библии, Римлянам 3 глава. Римлянам 3 стих 23 Перед тем, как прочитать этот текст, давайте придем к Господу в молитве. Римлянам 3 стих 23 Отче, Я молюсь, чтобы Этим вечером Ты принял славу Себе, принял великую славу для Твоего Сына. Я молюсь, чтобы Дух Святой преизобильно наполнял наши сердца, чтобы Ты возродил нас во Христе, привлек ко Христу, Которым и для Которого все на небесах и на земле, и все в нем, о нем и для Него. Господи, в нашей слабости и в нашей ничтожности Мы настолько ограничены и немощны Господи, принеси пробуждение, мы молим Пожалуйста, Именем Иисуса. Аминь. Римлянам 3.23 Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Мы сейчас зачитали тот отрывок, который многие ученые и проповедники через все века существования Церкви называли Акрополем христианской веры, незыблемой крепостью христианства, величайшим сияющим светилом Священного Писания. Я слышал однажды, как один сокрушенный христианин сказал, что если бы у него отняли всю Библию и разрешили бы сохранить только один отрывок, то он сохранил бы именно этот отрывок, потому что этот отрывок провозглашает самую суть спасения человеческой души. И слова, написанные здесь, возможно, самые важные слова во всем Писании. И мы не можем понять Евангелие Иисуса Христа отдельно от понимания этих слов, отдельно от тех вещей, которые сказаны в этом маленьком тексте. И если вы не поймете славы Божьи в Евангелии, то как вы сможете жить? Как вы сможете жить? Сегодня много таких, которые называют себя носителями Евангелия, но они не таковы. Они пренебрегатели Евангелия. Сегодня так много из якобы истинно рожденных свыше, которые пытаются найти способ подогреть свою мотивацию или ревность и обрести питание для христианской жизни, но они не понимают, что обретается это только в истинах Евангелия. И они думают, что знают Евангелие. Но Евангелие в Америке было сокращено, как я уже говорил много раз, до четырех духовных законов и пяти вещей, которые Бог хочет, чтобы вы знали. Евангелие воспринимается как маленькая правда. Христианство 101. То, что вы учите за пять минут, а затем молитесь молитвой и переходите к вещам поважнее. Но нет ничего важнее, чем Евангелие Иисуса Христа. Именно такого, как сказано в этом удивительном тексте. И мы будем брать этот текст строчку за строчкой и по благодати Божьей стараться открыть то, что сокрыто здесь. Прежде всего, он говорит, потому что все согрешили. Не поражает ли это? Не показывает ли это недостаток развлечения с нашей стороны или глухоту наших сердец? Те из вас, кто рожден свыше, те из нас, кто рожден свыше, слыша слова, все согрешили, не должны ли мы пасть со своих стульев в этот самый момент и поклониться Богу и возблагодарить Его, что Он спас нас от такой отвратительной вещи. А те из вас, кто не рожден свыше, кто воспринял Евангелие как что-то обычное или, может, впитали в себя такой сорт Евангелия, который не может изменить жизнь, вы должны пасть на ваши лица в страхе, зная, что Бог не на вашей стороне, что вы встанете перед Ним в вашем грехе, и это самое ужасающее состояние. Все согрешили. Почему мы не трепещем? Почему мы не знаем, насколько ужасно это? Мы настолько не понимаем, как мы грешны, насколько рыба не понимает о том, какая она мокрая. Мы были рождены во грехе, мы были зачаты во грехе. Все то, что мы когда-либо знали, это грех. Наше общество, как говорит Писание, пьет беззаконие, словно воду. Мы также живем в земле, которая настойчиво игнорирует Бога. У них нет познания Бога. Мы не знаем, кто есть Бог. Мы воспринимаем Его, как некое подобие Санта-Клауса или добренького дедушку. Но мы понятия не имеем, что Он Господь господствующих и Царь царей. Вы знаете, что ад бесконечен? И основная причина тому, это то, что каждый грех, который вы совершили, вы совершили его против бесконечно достойного и доброго Бога. Тот самый грех, который вы делаете сегодня. Посмотрите на то, как мы говорим о грехе. Мы говорим о грехе перед человеком, даже о грехе перед природой, перед животными и деревьями. Но никто не осознает того, что все наши грехи это есть грехи против Бога. Давид погрешил против своих людей. Давид прелюбодействовал с женщиной, Давид убил ее мужа, но в конце он говорит, «Тебе, тебе единому, согрешил я». Почему грех настолько отвратителен? Потому что мы делаем его против Бога. Почему же мы не трепещем? Потому что мы не понимаем, что это значит. Но почему мы не понимаем, что это значит? Потому что мы не осознаем, кто такой Бог. Он настолько славен, настолько благословен. Представьте на мгновение. Бог стоит в день творения, и Он говорит планетам занять определенные орбиты в космосе. И они все склоняются, говорят оминь и покоряются Ему. Он говорит звездам занять свои места на небе согласно Его замыслу и боли, и они, склонившись, подчиняются Ему. Он говорит горам подняться, ввысь и долинам опуститься вниз, и они в поклонении подчиняются Ему. Он говорит надменному морю, «Ты дойдешь до этих пределов и не более, и море подчиняется». И вот Бог говорит вам, «Приди!» И вы отвечаете, «Нет!» насколько злой наш грех. И если бы это было только действие, это уже было бы полностью отвратительно, но грех гораздо глубже в самом сердце человека. И человек не просто делает грех, человек рожден в грехе, подлый и развращенный с самого начала. Давайте, всего на минуту, откроем книгу «Бытие» вместе со мной. Глава 6, стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». «Зло во всякое время». Однажды, проповедуя в университете, я зачитал отрывок, и молодой репортер подскочил ко мне и сказал, «Я не согласен с вашим толкованием». Я ответил, «Молодой человек, я не толковал этот текст, я прочитал его». Он ответил, «Я все равно не согласен». Я сказал, «Молодой человек, позвольте сказать вам кое-что. Если бы я смог вытащить ваше сердце наружу и вытащить на показ все ваши мысли с вашего первого шага до этого самого часа, если бы я смог выставить все ваши мысли, что вы когда-либо имели, не ваши дела, а мысли, только ваши мысли, записать их на видео и показать это видео собравшимся в этой аудитории, вы бы убежали прочь из этого университета и никогда бы даже носа своего не показывали здесь, потому что ваши мысли настолько злые и отвратительные, что вы не смогли бы казать о них даже своим близким друзьям. И, кстати, если бы ваши друзья узнали бы ваши некоторые мысли относительно них, они не были бы больше вашими друзьями. Молодой человек, я знаю это не потому, что я пророк. Я знаю это, потому что Писание говорит. И я знаю это, потому что я такой же человек, как вы. И я могу сказать то же самое о каждом из вас, кто здесь сегодня. Вы потратите всю вашу энергию до капли, чтобы скрыть от других хотя бы то, что промелькнуло у вас в уме только за последний час. И не говорите, что Писание не право по отношению к тому, что все люди согрешили, потому что все люди грешники. Откроем Бытие, 8 главу, на секунду. Стих 21. И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Здесь говорится о зле от юности, о зле с детства. Позвольте мне поделиться с вами тем, что сказал один офицер из правительной колонии когда-то давно. Он сказал, чтобы понять развращенность человеческой натуры, давайте представим, что вы держите в руках полуторагодовалого ребенка. И вот этот полуторагодовалый малыш видит блестящие часы на вашей руке. Он протягивает руку и хватает их, а вы отводите его руку и говорите, нет. Он начинает плакать и дергаться в ваших руках. Он тянется к часам снова. Вы убираете его руку и говорите, нет. Он начинает визжать и кричать. Он тянется к часам снова. Вы говорите, нет. Он начинает молотить своими ручками даже в направлении вашего лица. И я уверяю вас, что если бы этот полуторагодовалый малыш обладал бы силой 18-летнего парня, он бы забил бы вас, отца, на том месте, где вы стоите, сорвал бы часы с вашей руки и перешагнул бы через ваше окровавленное тело без малейшей капли угрызения совести. Вы видите, есть кое-что, что необходимо понимать. Гитлер не был чем-то необычным. Гитлер не был феноменом. Гитлер был тем, кем потенциально мог бы стать каждый в этой комнате. Не только это вы должны понять. Даже при всем своем зле Гитлер мог бы быть покрыт благодатью Бога. И вы должны знать, что если бы благодать Бога не покрыла вас в вашем необращенном состоянии, то Гитлер по сравнению с вами выглядел бы как мальчик-паинька. То, что мы не понимаем, так это то, что учит Писание человека. Человек – это зло. Вы скажете, я не согласен. Это потому, что вас хватает на то, чтобы называться христианином. Но вы не верите Библии. Писание свидетельствует против вас. Что все люди рождаются во зле. И мы есть зло. Разве кто-то учит детей врать? Разве кто-то учит детей быть самолюбивыми? Разве кто-то учит детей быть эгоистами? Разве кто-то учит детей быть грубыми с другими детьми? Они сами учатся этому. Дайте им свободу. Не наказывайте их и посмотрите, что вы получите через 10 лет. Чудовище. Почему? Потому что то, что говорит Писание – правда. А вы закрываете свои уши и кричите, я не хочу слышать это. Я не хочу слышать это. Словно больной, умирающий от рака, отрицает это и кричит доктору. Я не хочу слышать это. Я не хочу слышать это. Но чем дольше вы закрываете свои уши, тем дальше вы от возможности выздоровления. И первый факт, который вы должны принять, такой – все люди рождаются во грехе, они отданы греху, и все люди рождаются богоненавистниками. Вы скажете, я никогда не ненавидел Бога. Нет, вы ненавидели. А если нет, если вы в своем необращенном состоянии не ненавидели Бога, то Библия говорит неправду. Потому что Библия называет всех людей богоненавистниками и врагами Богу. Вы скажете, но я любил Бога с малых лет. Нет, вы любили своего воображаемого башка, которого вы создали в своем разуме, и вы полюбили то, что вы сделали. Но если кто-то придет и покажет вам Бога Писание, вы скажете, я никогда не полюблю такого Бога, как этот. Так много раз я слышу, как люди мне заявляют, я любил Бога всю мою жизнь. А я отвечаю, можно присесть с вами на полчаса и просто объяснить из Писания христианское историческое учение о Боге. И после этого получаса хороший прихожанин в церкви встает и говорит, это не мой Бог. И я отвечаю, конечно нет, но это Бог Писания. Это Бог Писания. Давайте взглянем с другой стороны. Пойдем к книге Исаии. Исаия, 64 глава, стих 6. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда, и все мы поблекли как лист, и беззакония наши как ветер уносят нас. Я помогал строить церковь несколько лет назад в Сан-Пабло, рядом с колумбийской границей на Амазонке, и там была колония прокаженных. Вы когда-нибудь видели прокаженных? Вы знаете запах проказы? Если бы я привел сюда прокаженного, есть три вида проказы. Если бы я привел прокаженного самого тяжкого вида, вы бы унюхали его прежде, чем он вышел бы из машины на стоянке. И если бы он пришел сюда, вы бы увидели месиво из гниющей плоти, сочащееся тело, кровавое выделение. Когда он говорит, что все мы сделались как нечистый, то прокаженный это олицетворение того. Давайте представим, что вы, такие хорошие люди, говорите, мы поможем ему. И вы едете в Канзас-Сити, в самый эксклюзивный магазин, вы покупаете самый лучший шелк, что вы можете найти, приносите этот шелк и оборачиваете прокаженного с головы до пят в прекраснейший шелк и кричите, «Браво! Гляньте, что мы сделали! День прошел не зря! Он выглядит презентабельно!» Но через несколько секунд гниющая сукровица этого человека начинает пропитывать и сочиться через дорогой шелк. И этот шелк становится таким же гнилым, как и сам человек. Вот почему все наши добрые дела, как запачканная одежда перед Богом. Потому что мы, наша суть до обращения, это каменное сердце, ненавидящее Бога, злое сердце, рожденное во грехе, отданное греху. Это свидетельство Писания. Некоторые из вас, в 60-е, 70-е, слышали проповеди, подобные этой, когда вы были детьми. Но кажется, что сегодняшнее поколение не может терпеть правды. Они лучше будут обманываться и думать хорошо о себе. Но человек, не признающий свои болезни, не может быть исцелен. Человек, чьи надежды на собственную праведность и достоинства не были разбиты в прах, не может повернуться ко Христу. Мы должны осознать, что мы полностью безнадежны. И есть только один Спаситель. И Его имя Иисус. Вернемся к римлянам, глава 3. Стих 10 говорит, нет праведного, нет ни одного. Слово «праведный» в некотором смысле означает «прямой», как некий стандарт. Чтобы быть праведным, ты должен быть совершенно сообразован с неким стандартом. И если ты не соответствуешь этому стандарту, ты искаженный, ты извращенный, говоря иначе забракованный. Стандарт для природы Бога – это Божий закон. И Библия говорит, что никто не привел себя в соответствие стандартам Божьей природы, стандарту Божьего Святого Закона. Все мы извратились и сбились с пути. Также сказано, нет разумевающего, никто не ищет Бога. И если вы хоть в чем-то нашли Бога, то это только потому, что Бог первый нашел вас. Тут говорится, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро. Нет ни одного. Как много людей, даже те, которые относят себя к христианству, скажут вам, что они идут на небеса, потому что они не такие уж плохие. Они идут на небеса, потому что они добрые. Но о чем свидетельствует Писание? Нет делающего добро. Нет ни одного. Ни одного. Ни одного. Ни одного. Ни единого. Все согрешили. Вы скажете, но брат Пол, я не настолько грешил. А насколько вы грешили? Адам и Ева согрешили один раз, и вся земля стала подвержена нравственному хаосу и суду. Вы согрешили гораздо больше, чем вы можете подсчитать на калькуляторе. Если Адам и Ева и даже Творения не смогли избежать осуждения за грех, то как вы избежите осуждения за то обилие грехов, что вы уже собрали на вашу голову? Но я вполне хороший по людским меркам. Но вы не будете судимы по людским меркам. Вы будете судимы Богом, справедливым и святым Богом. И Он видит ваше сердце. Так много людей говорят, не судите меня, вы же не знаете, что в моем сердце. Какое глупое заявление. Потому что они сгорели бы со стыда, если бы я узнал, что в их сердце. Почему они всегда используют свое сердце как доказательство того, какие они хорошие? Потому что они прячут свое сердце от всех и от каждого. Вы меня по-настоящему не знаете. Хорошо, покажите мне ваши секреты. Нет, я вам никогда их не скажу. Одних наших мыслей достаточно, чтобы обвинить нас. Все согрешили и лишены славы Божьей. Так часто сегодня берут этот стих и стараются придать ему гуманистический смысл. Что значит все лишены славы Божьей? Ну, у Бога есть прекрасный план для каждого из нас. И он очень заинтересован в том, чтобы видеть нас наполненными славой. Но несмотря на его великие планы, никто из нас не достигает их. Я не думаю, что смысл данного текста именно такой. Когда мы говорим о том, что все лишены славы Божьей, я думаю, что это должно пониматься в контексте первой главы римлянам, где говорится, Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? Вы были сотворены. Давайте задумаемся об этом на минуту. Кем? Богом. Вы не только были сотворены Богом, но все ваши способности, все ваше существование поддерживается им. Вы обязаны Богу каждым вашим вздохом, каждым ударом вашего сердца. И ваш каждый вздох должен возвращаться с поклонением Ему, и каждый удар сердца служит Ему. Но сейчас взгляните на свидетельство против нас. Наш разум, наши жизни наполнены поиском наших целей, достижением наших желаний, наших капризов, нашей воли, того, что мы хотим. И даже те, кто претендует на некое благочестие, не могут не признать, что в повседневной жизни они ведут себя как практические атеисты. Бог далек от их разума. Когда они в бизнесе, когда они на работе, когда они на поле, когда они занимаются домашними делами, Бог ли в центре их мыслей, их размышлений и их дел? Делают ли они все это ради славы Божьей? Вы скажете мне, но, брат Пол, нет таких людей. Именно это я имею в виду. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. Почему человек так пуст, так ничтожен, такой бесцельный? Не удивительно ли это? Христиане в Америке самые богатые, самые защищенные христиане за всю историю. Но если мы зайдем в так называемый христианский книжный магазин, 85% книг будут о том, какие мы пустые внутри. Хотите ли знать, почему мы пустые? Прежде всего потому, что подавляющее большинство тех, кто называет себя христианином, являются необращенными. Во-вторых, даже те, кто являются христианами внутри, они пусты по той причине, по которой Иисус никогда не был пуст. У меня есть пища, о которой вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. Наша пища, это приобретение вещей на этой земле, успех, комфорт, популярность, молодость, красота, все для нас, для нас, для нас. И чем больше мы приобретаем, тем более пустыми мы становимся, потому что мы сотворены для чего-то другого. Или лучше сказать, сотворены для кого-то другого. Но мы стали развращенными и извращенными. Мы не только согрешили, и не только отделили себя от святого и праведного Бога, но и все наши устремления и побуждения стали извращены. Все согрешили и лишены славы Божьей. И вот здесь появляется проблема. Самое величайшее благословение, что вы когда-либо слышали. И самая величайшая проблема, что вы когда-либо слышали. И что же это? Бог справедлив. Вы скажете, о, это отлично. Я хочу справедливого Бога. Я бы не хотел, чтобы сам Вседержитель был бы несправедливым. Я за справедливого Бога. Это хорошие новости, брат Пол. Нет, это не так. Потому что вы несправедливы. Вы видите, вот и проблема. Он справедливый Бог. И справедливый Бог будет судить всю землю по справедливости. И его реакция на вас будет ужасающей. Теперь я хочу коснуться всех этих телеевангелистов, которых мы часто видим по телевизору. Как часто они выходят за кафедру со словами. Добрые люди. Первое, что вам надо знать, что Бог не такой, каким Его выставляли пуританские проповедники прошлых лет. Бог не гневается. Как часто вы слышали это? Бог не гневается. Что ж, давайте взглянем. Откроем книгу. Псалтирь. Глава 7, стих 12. Бог – судья праведный. И Бог – всякий день строго взыскивающий. В некоторых переводах сказано «Бог, гневающийся каждый день». Вы видите, Бог не нуждается в рекламщиках, которые сделают Его политкорректным, чтобы люди любили Его. Библия говорит, что Бог – это гневающийся Бог, и вам надо упасть на колени и воздать Ему славу. И Он не только Бог, который гневается, Он также Бог, который ненавидит. Он не только Бог, который гневается, Он также Бог, который ненавидит. Вы скажете, да, брат Пол, ты абсолютно прав, Бог ненавидит грех и любит грешников. Но это бы хорошо смотрелось на христианской футболке, но это утверждение не библейское. Библия не говорит, что Бог ненавидит грех и любит грешников. Библия говорит, что Бог ненавидит грешников. Откроем Псалом 5 на минуту. Псалом 5. Стих 6. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». В другом переводе «ты ненавидишь всех, кто делает неправду». Не говорит ли это нам, что Бог ненавидит не грех, а грешников? Вы скажете, но, брат Пол, но как же Иоанна 3.16? Написано же, ибо так возлюбил Бог мир. Да, в Библии есть это, но есть также и 5-й Псалом. Но как насчет милостивого и любящего Бога? Как же это? Да, это правда, и мы поговорим на эту тему. Но вы не поймете ее, пока вы не поймете все атрибуты Бога. Бог есть любовь, но этот любящий Бог ненавидит. Бог милосерден, но Он гневается. Вы видите, вы не можете взять одну сторону монеты или только одну часть истории. Именно в этом заключается проблема сегодня. Как я уже говорил утром, однажды на вечернем служении я всю проповедь говорил о святости Бога, и после службы трое мужчин подошли ко мне и сказали, «Брат Пол, у нас проблемы с вами. Вы всю проповедь говорили только о святости Бога, но ни разу не упомянули о Его любви». И я ответил, «Джентльмены, вчера вечером я всю проповедь говорил о Божьей любви и ни разу не упомянул о Его святости, и у вас почему-то не было проблем с этим». Вы видите? Дорогие мои, мы всегда берем только одну часть истории, но не говорит ли нам Писание, чтобы мы брали всю полноту атрибутов Бога? И я буду говорить сегодня о Божьей любви так, как вы, возможно, никогда не слышали, но чтобы оценить Божью любовь, вы должны понимать кое-что. Его любовь настолько же яркая, насколько яркие звезды на фоне черного неба. Позвольте задать вопрос, куда исчезли звезды сегодня днем? Неужели кто-то сложил их в корзину и унес? Почему днем вы их не видите? Потому что днем много света. Вы не можете видеть их красоту. Вы даже разглядеть их не можете, потому что днем очень светло. Точно так же вы не можете увидеть звезды Божьей благодати и Его любви на фоне ложного света вашей хорошести. Когда проповедники говорят, что человек такой хороший, то есть единственный путь, чтобы вы оценили Божью любовь и благодать. Это показать их на фоне черной развращенности человеческой натуры. И когда до вас доходит вся греховность вашего черного сердца, тогда вы начинаете осознавать, что сделал Бог из любви к вам. И вот тогда вы падаете на колени и с огромной любовью поклоняетесь Богу. И я должен отметить все это безумие. О, я должен выкупать глубокую яму и закопать вас туда. Я должен показать, как темна ваша темнота и как безнадежно ваше положение. И только после, когда я начну говорить об Иисусе, вас наполнит обожжание к Нему. Иногда я достаю ключи и звеню ими, вот так, перед прихожанами, и спрашиваю, когда вы слышите этот звон, это приносит вам радость? И все говорят, нет? Конечно, нет, потому что вы не заключены в темницу. Но если бы вы сидели в темнице, то один звон ключей принес бы вам великую радость. Ваше сердце затрепетало бы от надежды. Проповедники не говорят о грехе. И они аморальны, словно врач, который не говорит своему пациенту, что тот умирает. И я хочу, ой, я хочу полностью низложить человека. Чтобы человек ясно увидел, кто он такой на самом деле. И когда мы заговорим о Божьей любви, что послала Сына в этот мир, чтобы человек зарыдал, «О, благодать, спасен тобой!» Несколько лет назад в Перу кто-то подарил мне кассету с гимном «О, благодать». Я был так счастлив. Я люблю этот гимн. Я вставил кассету в мой магнитофон. Услышал только начало первого куплета. Я вырвал кассету из магнитофона и бросил в мусорное ведро. Хотите знать почему? Потому что там пелось «О, благодать, спасен тобой, обычный человек». Я думал, он споет «Преступник грешный я». В старых версиях пелось «Погибший во грехах» или «Мертвый червь, как я». Смотрите, каждое поколение старается сделать этот гимн получше. Обычный человек не нуждается в спасителе. Погибший во грехах нуждает. Когда вы убираете в сторону безнадежность человека, вы убираете славу Евангелия. Вы никогда не думали, почему обращенные из бывших наркоманов, проституток, убийц и прочие наполнены такой особой горячей ревностью по Богу? Это потому, что они пришли к Богу не из загородного клуба или из какой-то тепленькой динаминации, где все притворяются хорошими и достойными Божьей любви. Они пришли из выгребной ямы. И когда они слышат о любви Бога к ним, их сердца взрываются. Так что поговорим о Божьей реакции. Бог гневается. Вы скажете, мне не нравится это. А зря. Вот я беру газету и сижу рядом с вами. Читаю и поворачиваюсь к вам с улыбочкой, весело подмигивая. Эй, ты читал это? Педофил обработал шестерых мальчишек. Глянь-ка. Что вы скажете обо мне? Вы скажете, да ты больной. Ты ненормальный. Ты должен был прочитать это и быть в таком гневе. О, разве? А Бог не имеет права гневаться? Каждый день Он видит зло этого мира. Каждый день Он видит грязь, убийство, преступление и все остальное. Но в вашей книжке Бог не имеет права на гнев? Я скажу вам, что Он гневается. Он настолько разгневан, что в день суда, когда Он удалит свое милосердие и придет судить мир, самые могущественные люди этого мира будут умолять, чтобы горы упали на них и скрыли их от гнева Агнца. Что вы подумаете о Боге, Который может смотреть на Освенцем и быть безразличным? Который может обнять Гитлера? Который может смотреть, как Соединенные Штаты убивают тысячи младенцев каждый день и говорить, у меня все окей, и у тебя все окей. Он гневается. И если бы Он не гневался, Он был бы аморальным, так же, как я, когда я только что, прочитав газету, смеялся бы над этим, или оставался бы нейтральным к этому, говоря, ну, каждый делает то, что хочет, каждый свободен на это. Вы бы взглянули на меня и сказали, ты больной, ты должен быть в гневе. Так насколько больше Бог должен быть в гневе? Не только на таких, как Гитлер, а на вас. За все ваши грехи и преступления против Него и Его творения. Вы видите? Давайте немного поговорим о пятом псалме. Посмотрите на текст. Просто посмотрите в Библию. Я встречал так много людей, которые говорят, я не верю в это. И я отвечал так, загляните в Библию. Нет, я не буду заглядывать, потому что я просто не верю в это. Это приемлемая позиция в университете, когда вы говорите с профессором-агностиком. Но если это делает тот, кто претендует называться христианином, то это серьезная проблема. Я просто отрицаю. Но взгляните, что тут говорится. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты ненавидишь тех, кто делает неправду. Ты ненавидишь делателей беззакония. Это разные варианты перевода. И тут не говорится, что Божья ненависть направлена против греха и беззакония. Тут сказано, что Божья ненависть направлена против тех, кто делает зло. И разве любящий добрый Иисус не говорит то же самое? Что над тем, кто не уверует в Него, пребывает гнев Божий? Иоанна 3 глава? Что по-вашему значит гнев Божий? Гнев Божий на иврите – это производное от буквального значения «раздувающиеся ноздри». Я вырос на ферме, и мы выращивали крупный рогатый скот, и я точно знаю значение этих слов. У нас было несколько огромных быков, полторы тонны. Ты проходишь мимо стойла и видишь, как у быка раздуваются ноздри, и ты знаешь, твой праздник окончен, надо уносить ноги. Когда в Библии говорится о гневе Божьем, это «раздувающиеся ноздри», когда Бог будет настолько разгневан, и написано, что от Его дыхания горы растают. Один парень мне как-то сказал, я буду стоять с дерзновением перед Ним в день суда, не буду бояться. И я ответил, молодой человек, вы будете таять, как восковая фигура перед доменной печью. Бог придет с ненавистью против зла. Бог придет с гневом против зла. Вы скажете, но брат Пол, как одна женщина однажды сказала мне, нет, Бог не может ненавидеть, потому что Бог есть любовь. Я сказал, ну, для начала это не повод для философских измышлений. Мы должны доверять Писанию, и если Писание говорит, что Бог ненавидит, то вам лучше поверить в это. Ну, а во-вторых, давайте пофилософствуем немного. Вы говорите, что Бог есть любовь, и поэтому Он не может ненавидеть, а я говорю вам, что Бог есть любовь, и поэтому Он должен ненавидеть. Вы любите евреев? Тогда вы должны ненавидеть Холокост. Если я спрошу вас, вы читали про Холокост, и вы ответите, да, ну, знаешь, мне, в общем-то, все равно, я думаю, что каждый может делать то, что хочет, в общем-то, это идейки Гитлера, я к этому нормально отношусь. Я подумаю, что вы чудовище, вас надо бросить в темницу за ваше злое сердце. Если вы любите евреев, вы обязаны ненавидеть Холокост. А вы любите детей? Как много из вас могут встать и сказать во весь голос, я ненавижу аборты? Так значит, вы можете ненавидеть по причине той великой любви в вашем сердце, но вы думаете, что странно, что Бог ненавидит, потому что Он есть любовь. Вы видите? Бог любит все то, что прекрасно, что доброе, что хорошее. Давайте обобщим все это. Бог любит все то, что подобно Ему. И вот откуда приходят все проблемы. Мы имеем право любить все то, что мы выбираем любить, но мы думаем, что Бог обязан любить все то, что мы любим. Бог любит все то, что подобно Ему, потому что Он есть абсолютное совершенство, и Он придет с яростью против всего, что противоречит Его природе и Его воле. И это мы. Каждый сидящий в этом зале нарушил каждый закон, который Бог когда-либо давал. Если вы не понимаете этого, вы не понимаете христианство. Я хочу немного прочитать из книги Притч. И я собираюсь вам показать величайшую проблему во всем Писании. Притча 17, стих 15. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом». Мерзость – это, наверное, самое сильное слово во всем Писании. Просто нет ничего более отвратительного перед Богом, чем мерзость. И что же есть мерзость пред Господом? А вот что. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом». Давайте-ка вернемся к нашему основному тексту. Мы читали «Все согрешили и лишены славы Божьей». Теперь давайте посмотрим на это. Говоря о христианах, те, кто действительно был обращен, возрожден Святым Духом, и те, кто уверовали во Иисуса Христа ко спасению. Он говорит о них. «Несмотря на то, что все согрешили и лишены славы Божьей, эти оправданы». «Оправданы». Но что значит быть оправданным? Оправдать совсем не означает, что Бог принимает меня так, словно бы я никогда не грешил. Я знаю, что многие привыкли так считать, но это не истинный смысл слова. И оправдание не значит, что в тот момент, когда мы уверовали в Иисуса, Бог делает тебя совершенно праведным, потому что в этом случае вы бы никогда не согрешали снова. Оправдание значит, что в тот момент, когда грешник взирает на Иисуса со спасительной верой, этот грешник законным образом провозглашается невиновным, правым и праведным перед Господом Богом. «Правым и праведным перед Господом Богом». Кстати, сам термин «оправдание» – это судебный и юридический термин. Бог-судья, глядя сверху вниз на грешника, который положился верой на Христа, провозглашает, что этот грешник на законных основаниях прав пред Ним. Но как же так получается? Тут говорится, «получая оправдание даром по благодати Его». И тут Павел объясняет подробно, «получая оправдание». Получая оправдание даром по благодати Его. Как мы получаем оправдание? Даром. Это подарок. Знаете ли, что значит, когда о Мессии было сказано, «возненавидели меня напрасно»? Давал ли Иисус кому-либо причину ненавидеть Его? Нет. И вы скажете, «нет, нет, нет и нет». Иисус никогда не давал никому даже малейшего намека на причину ненавидеть Его. Они возненавидели Его без причины. И вот то же слово используется здесь, что христиане оправдываются без причины. И это значит, господа, дамы, молодые люди, что вы не дали Богу абсолютно никакого повода провозглашать вас оправданными. «О, я не знаю, почему Бог спас меня». Что ж, я могу дать вам ответ. Это не благодаря вам. Это было вопреки вам. «О, что хорошего увидел Бог во мне?» Абсолютно ничего. Тут сказано, что Он оправдывает вас, несмотря на то, что вы не дали Ему причины для этого. Он оправдывает вас без причины, по Своей благодати. Сейчас я прошу взглянуть вас вот на что. Большинство религий сегодня, большинство ищут ответа на единственный вопрос. Подумайте об этом. Все религии на Земле, кроме разве что мистических восточных культов, все они пытаются ответить на один вопрос. Как человек может примириться с Богом? Если вы вникнете в африканские языческие культы, или в южноамериканские, или даже здесь, в Соединенных Штатах, где люди возвращаются в язычество, то им всегда требуется жертва с кровью для деревьев, для башков, или для демонов, или для кого-либо еще. Через всю историю человечества, человек чувствовал эту реальность, что он не в ладу с Богом, как бы он себе его не представлял. У людей была эта заноза в сознании, что есть проблема. И это доказывает одно, что первая глава послания римлянам – это правда. Что все люди знают достаточно о единственном истинном Боге, и достаточно о Его воле, чтобы знать, что они нарушили Его закон, и что Он против них, и они против Него. Но давайте представим интервью на секунду три человека из основных религий. И вот мы подходим к ортодоксальному иудею и спрашиваем, «Сэр, если вы умрете прямо сейчас, куда вы попадете?» «О, я попаду в рай. Почему? Я люблю закон Божий, я праведный человек, я делаю хорошие дела. Я изучаю его закон, люблю его закон, насыщаюсь его законом, я праведный человек». Репортер говорит, «Хорошо, я понимаю это». «Хорошо, к мусульманину. Если вы умрете сейчас, куда вы попадете?» «Я пойду в рай. Почему? Потому что я люблю Коран, я совершил все паломничества, я соблюдаю ежедневные молитвы, я подаю бедным, и поэтому я праведный человек». Репортер говорит, «Хорошо, мне понятно это». Подходит к христианину, к настоящему христианину. В Америке надо делать это уточнение, потому что тут все верят, что они христиане. Подходит к христианину, и репортер спрашивает, «Сэр, если вы сейчас умрете, куда вы пойдете?» «Я пойду на небо». «Почему?» «Ну, я был рожден во грехе, и во грехе зачала меня мать. Я нарушил всякий закон, который Бог когда-либо давал. А также я настолько безнадежно неправеден и зол и отвратителен, что заслуживаю самого тяжелого строгого осуждения». И тут репортер кричит, «Стоп, тех людей я понимаю. Они сказали, что идут на небеса, потому что они заслуживают пойти на небеса. Бог обязан им, Бог их должник. Они доказали, что они достойны. Бог обязан дать им небеса. Но вас я не понимаю. Вы говорите мне с радостью, что идете на небо, и тут же говорите, что у вас нет ни малейшей заслуги, чтобы пойти туда. Как же вы пойдете на небеса?» И христианин с улыбкой отвечает, «Потому что я иду на небо благодаря заслуге и достоинству другого, Иисуса Христа, моего Господа». И вот кто из этих троих воздал славу Богу? А кто воздал славу человеку? Вы видите это? Это не о нас. Это не о нашей морали или хорошести. Это о нем. У меня проблема с репортерами. Они постоянно подходят и спрашивают, «Почему вы всегда говорите о грехе?» И я отвечаю, «Потому что я хочу, чтобы вы любили Бога». Они говорят, «Что это значит, что вы хотите, чтобы мы любили Бога?» Я говорю, «Неужели вы не читали?» Она возлюбила много, потому что ей простилось много. Сэр, вы не любите Бога много, потому что вы не знаете, как много было прощено вам. А не знаете вы, как много было прощено вам, потому что никто вам не говорил, насколько вы грешны. Скажем, скажем, я приглашу к себе домой Билла Гейтса и дам ему тарелку с едой. Он не будет целовать мне руки, стоя на коленях и рыдая от благодарности. Но во многих местах, где мне доводилось служить во всем мире, если бы я отдал тарелку с едой, они бы упали на свои лица и целовали бы мне руки, потому что они очень голодны. И только когда мы осознаем нашу нужду и отбрасываем прочь все эти глупые идейки о собственной значимости, заслугах и праведности, мы можем видеть славу Божьей любви. Павел продолжает, получая оправдание даром, по благодати его, как искуплением. И я однажды читал слова одного старого человека, который сказал, что в Библии есть определенные слова, которые мы должны упоминать с особым трепетом. Мы проговариваем это так быстро. Задумайтесь об этом немного. Все эти легкомысленные песенки сегодня, все эти хихи и ха-ха и подобные этому песенки о том, что столь свято. Да, Иисус умер за меня. Если я потеряю моего сына, а вы подойдете ко мне и скажете, «Твой малыш умер!» Я просто посмотрю на вас и скажу, «Да что вы!» Знаете ли вы, о чем вы сейчас говорите? Иисус умер. Не должны ли мы склонить головы и с дрожью на губах подумать об отце, который отдал своего сына? Или мы будем просто петь эти глупенькие евангельские песенки, прыгать и дрыгаться под них, и делать подобные вещи? Он умер. Отец отдал своего сына. Когда вы говорите, «Иисус умер», не должны ли вы остановиться на секунду? Мой отец участвовал во Второй мировой войне и сражался в некоторых тяжелейших баталиях. Я имею в виду, что кто угодно может смотреть кино про Вторую мировую и разглагольствовать о стратегии, спокойно рассуждать о том, что могло бы быть и чего не могло бы быть, но мой отец просто не смог бы усидеть там, потому что все его друзья погибли. Один парень рассуждал о Вьетнаме с друзьями. Они говорили о том, что правильно было и что было неправильно, зачем было затевать войну, какие политические факторы сыграли тут роль, какое соцобеспечение солдатам и прочее, но их услышал человек, бывавший во Вьетнаме, и он промолвил, «Вы можете так рассуждать, только потому, что вы не были там». И порой христиане, которые ухватили что-то о смерти Иисуса, как и вы порой можете говорить об этом с весельем в голосе, подыскивая рифму к этим словам, Иисус умер. И тут говорится, что мы оправданы через искупление. Искупить кого-то, это значит выкупить раба из неволи, заплатить цену. Но заплаченная цена была не пустеющие сундуки с золотом, не золотые улицы с небес, которые отдались бы за искупление из сетей дьявольских. Бог отдал кровь своего единородного сына. Я помню, когда мой первый сын, когда родился мой сын, мой сын Йен. Несколько дней после его рождения я ехал за рулем своего старого грузовичка Форд Рейнджер. И я постоянно думал о том, что Иисус умер. Но вы, отцы, меня поймете. В тот момент, когда я смотрел на моего малыша, новорожденного, я готов был сразиться с целой армией за него. Я готов был умереть тысячу смертей за него. Я готов был встать на пути у поезда за него. Я верю в это. И это было страшно. Во мне было столько любви к этой маленькой, безволосой ящерке в колыбельке. И я думаю, что он был для меня самым прекрасным, что я видел за всю свою жизнь. И то, что ударило меня впервые, это не осознание мучений сына, но осознание мучений отца, который отдал своего сына. Он отдал его на смерть. Я бы не смог этого. И я бы не отдал моего сына за вас. Может быть, я отдал бы себя, я не знаю, но своего сына за вас я бы не отдал. Не это ли те слова в Библии, произнося которые, мы должны остановиться на мгновение? Не правда ли, что даже самые красивые фразы могут стать пустыми клише, потому что мы произносим их раз за разом, без всякого размышления над ними? Он ведь умер. Он действительно умер. И единственная причина, по которой черная грязь ваших грехов может быть смыта, это его кровь, пролитое на том кресте. Та кровь на кресте, кровь убитого сына Божьего. Как один богослов сказал, насколько Бог любит вас? Посмотрите на крест. Чего это ему стоит? Насколько подл и грязен был ваш грех? Посмотрите на крест. Он скажет вам обо всем. Видите, Он искупил нас искуплением во Христе Иисусе. Однажды, когда я проповедовал, один молодой парень вышел вперед, он был такой возбужденный, он крикнул, «Вы правы, брат Пол! Иисус – это единственное, что нам нужно!» Я ответил, «Молодой человек, Иисус – это единственное, что у нас есть. Вне Его ничего нет». Либо вы не в христианстве. Либо вы в одном царстве, либо в другом. Вы должны понять это. Вы либо в Адаме, либо во Христе, либо в смерти, либо в жизни. Вы либо по плоти, либо по духу. Вы либо осуждены, либо освобождены, и так далее, и так далее. Единственное, что у нас есть – это Христос. Несколько лет назад я проповедовал в семинарии Орла Робертса. Мне прислали приглашение, я не знаю почему, но я поехал. Меня пригласили, и я поехал. Я обнаружил там некоторых весьма достойных христиан. И вот один из них подошел ко мне после и сказал, «Парень, ты из этих старых пуритан?» Я спросил, что вас заставило думать так? Он ответил, «Твоя молитва, потому что ты сказал, «Боже, я прихожу к тебе во имя Иисуса, и знаю, что вне Его я не имею части с тобой». Во Христе, во Христе. Вот почему апостол Павел так настойчив в послании к ефесянам. Он даже не знает, где остановиться. Он продолжает писать, и писать, и писать. Потому что все в Нем, в Нем, в Нем, во Христе, во Христе, в Сыне, в Нем. Это все о Христе. И ничего о нас. И поэтому я так люблю тот старый гимн. Нет ничего в моих руках. Либо Христос, либо ничего. И вам лучше захотеть этого. Почему? Потому что если будет 99,99% Христа и 0,01% вашего «Я», вы пойдете в ад. Это Христос. И только Христос. Далее, он продолжает и говорит. Я хочу состыковать это с 24 стихом, получая оправдание. Так, лучше даже так. Грешники, злые люди. Стих 23. Стих 24. Бог оправдывает нас, когда мы еще грешники. Притча 17.15. Проблема. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного. Оба мерзость перед Господом. Теперь давайте немного подумаем над этим стихом из притч. Чему Он учит нас? Тот, кто оправдывает нечестивого, он что? Мерзость перед Богом. Но чему мы восторгались несколько минут назад? Что Бог оправдывает нас, несмотря на то, что мы нечестивы? Кто-нибудь видит эту проблему? Если Бог говорит, что всякий, кто оправдывает нечестивого, есть мерзость перед Ним, то как Бог оправдывает вас, нечестивых, без того, чтобы не стать мерзким? И именно это самая острая проблема в Писании. И именно об этом все Евангелие Иисуса Христа. Величайшая дилемма в Библии. Если Бог справедлив, Он не может простить вас. Вы спросите, а почему бы нет? Этот вопрос показывает, что вы дитя этого века, в котором ничего не знают о правосудии. Позвольте привести пример. Ваша семья осталась дома, и вы возвращаетесь вечером в 10 часов, и видите, что вся ваша семья зарезана, жестоко зарезана. Вы заходите в комнату и застаете мужчину, чьи руки в крови ваших родных, как раз когда он добивает последнего из ваших детей. С яростью и силой быка вы кидаетесь сквозь комнату, вы хватаете этого человека, вы вяжете его, кидаете на пол, вы вызываете полицию, и вы сдаете им на руки этого нелюдя-убийцу, того, кто зверски убил и разорвал на кусочки все, что вы так любили и для чего жили. Вы сдаете его полиции, и полицейские ведут его к судье. И вот все мы, жители города, там, в зале суда, и судья, глядя на человека, который вырезал всю вашу семью, говорит так, «Я очень любящий судья, и я никогда никого не расстраивал. Вы свободны. Я прощаю вас». Что вы сделаете тогда? Неужели все в зале суда встанут вместе, возьмутся за руки и споют «Кумбая»? Что вы сделаете тогда? Я вам точно скажу, что вы сделаете. Вы вскочите со своего места и закричите, «Я требую правосудия». И вы будете писать конгрессменам, сенаторам и президенту, вы пойдете в редакции газет, вы пойдете на телевидение, и вы будете кричать, что тот судья на судейском месте более подлый и злой, чем тот человек, который вырезал вашу семью. Потому что судья должен судить по правде. Он обязан вершить правосудие. Он не может оправдать преступника. Вы видите проблему. Вы требуете правосудия от своих собственных судей. Но вы приходите в бешенство, когда вам говорят, что Бог справедлив. Величайшая проблема в Библии. Если Бог справедлив, Он не может простить вас без того, чтобы самому не стать нечестивым. Это проблема всего Писания. Вы видите, это именно то, что я имею в виду, когда говорю, что сегодня люди не понимают Евангелие. Когда вы слышали такое в последний раз? Как я всегда спрашиваю студентов, особенно в Европе, я спрашиваю, «Зачем Иисус умер?» Они отвечают, «Ну, из-за наших грехов». Ну, и зачем же Иисус умер? Ну, из-за наших грехов. Нет, вы не отвечаете на вопрос. Вы должны смотреть глубже. Почему грех – это проблема? Почему? Ну, потому что грех – это плохо. Нет. Проблема не в том. Проблема вот в чем. Бог есть справедливый Бог, и Он судья всей земли, и Он обязан быть справедливым, и Он должен соответствовать своему характеру. Бог свят и справедлив. Если Он видит грех, но отпускает злого грешника на свободу, то Он настолько же развращен и несправедлив, как тот судья, которого я только что описал. Итак, величайшая проблема во всей Библии, божественная дилемма всего вдохновенного Писания – это, если Бог справедлив, Он не может простить вас. Итак, вопрос, как Бог может оправдать нечестивых и остаться справедливым? Порой я слышу, как проповедники говорят, «Бог мог бы поступить с тобой справедливо, но вместо справедливости Он возлюбил тебя». Вы понимаете, что это значит? Божья любовь несправедлива? Вы видите это? Люди говорят так много глупостей. Выходит, Божья великая любовь заставила Его повернуться спиной к Своему правосудию, к греху для того, чтобы спасти вас? Вот в чем проблема. Как Богу оставаться справедливым и в то же время оправдывать нечестивых? Теперь позвольте мне сказать кое-что. Это очень важно, чтобы вы понимали это. Бог должен быть справедливым не по причине закона, который как бы выше Бога или над Богом, и которому Он должен подчиняться, как, например, вселенский закон правосудия, который Бог не может нарушить. Библия учит нас не этому. Бог, должен быть справедливым, потому что Он Сам есть справедливость. Бог соответствует тому, кто Он есть. А Он есть справедливый Бог. Он не может быть несправедлив даже во имя любви. Божья любовь святая и Божья любовь справедлива. И вот вопрос, как может Бог быть справедливым и оправдывать грешных? Ответ находится здесь, в стихе 25, «Жертва умилостивления». Теперь, позвольте вас заверить, что после имени Бога это самое важное понятие в Библии. Но если я сейчас достану бумагу, я раздам каждому из вас по листку, то большинство из вас не смогут даже дать внятное описание понятия, «жертва умилостивления» или «заместительная жертва». Вы видите, мы не понимаем Евангелие, мы игнорируем его. Самое важное понятие в Библии, и большинство людей не знают его, самая важная концепция во всей Библии, как Бог, будучи справедливым, может оправдывать грешников. И некоторые из вас вообще не слышали этого. Здесь говорится, «Которого Бог предложил в жертву умилостивления». Бог представил Христа публично для прощения грехов. Как сказал Мартин Ллойд Джонс, что Бог повесил Своего Сына как плакат. Словно бы вы едете через штат Миссури и видите все эти билборды и указатели. Порой кажется, что даже природа не видно за этими указателями. Они кажутся везде, куда ни кинь взгляд. Бог в центре мира представил Своего Сына в самом крупном религиозном центре на лице Земли, на перекрестке Земли. Сын Божий был вознесен на кресте и прибит гвоздями. И почему же Бог показал публично Своего Сына? Потому что Бог делал гораздо больше, чем просто спасал человека на том кресте. Мы поговорим об этом в скором времени. А пока продолжим. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления». Что такое жертва умилостивления? Жертва умилостивления — это жертва на месте и вместо виновной стороны, которая искупает или удовлетворяет правосудие Божьим и делает возможным для Бога простить грешных людей. Это жертва на месте виновных людей, когда правосудие требует их смерти, когда Божье правосудие и Его святой гнев против греха удовлетворяются таким образом, что Бог может свободно прощать виновных. И этой жертвой был Христос. Теперь, давайте подумаем на минуту о смерти Христа. Мы знаем, что тот, кто умирает на кресте, должен быть человек. Мы знаем это, не так ли? Потому что кровь тельцов и козлов не может уничтожать грехи. Адам впал в грех, и потомки Адама рождены падшими. Поэтому сын Адама должен умереть на месте виновного во грехе. Мы знаем это. На том кресте должен умереть человек. Но опять же, на кресте должен умереть более, чем человек. Тот, кто умер на том кресте, должен быть Богом. Давайте вникнем в это немного. Давайте вникнем. Почему тот человек, кто умер на кресте, должен быть Богом? Богом воплоти. Богом сыном. Сыном Божьим. Почему? Ну, во-первых, небольшое утверждение из книги Ионы. У Господа спасение. Исайя выражается очень ясно. Бог ни с кем не делит звание спасителя. Вот почему доктрина свидетелей Иеговы настолько отвратительна, потому что они говорят, что Бог сотворил невиновное существо, чтобы через него спасти людей и уничтожить грех. И в таком случае не Бог, но творение является нашим спасителем. То, что мы должны понимать, что Христос не творение, но творец, предвечный Божий Сын, который сошел с небес, не почитав хищением быть равным Богу, но уничижил себя, и Он не откладывал свою божественность. Он отложил в сторону свою славу и привилегию своей божественности. Он не стал чем-то меньшим, чем Бог. Нет. Бог стал тем, кем Он никогда не был, и на свою божественную природу Он принял природу человека. Он облегся в плоть и стал человеком. И Он взошел на то древо, как Бога-человек, и воскрес из мертвых, как Бога-человек. И Тот единственный, Кого мы зовем спасителем, Он не просто человек, но Он Сам Бог. И слова Ионы полностью верны у Господа спасения. Почему тот человек на кресте должен быть Богом? Давайте посмотрим на это. Тот, кто на том кресте должен был отдать свою жизнь. Вы скажете, «Ну и человек может это?» Нет, не может. Тогда ангел сможет? Нет, не сможет. Почему? Давайте представим, что вам нужна машина, а я еду за рулем машины, которую я одолжил у пастора. И я вижу, как вы нуждаетесь в машине, и отдаю вам машину пастора. Я не отдаю вам свою жизнь. Я не отдаю вам свою машину. Я отдаю вам нечто, позаимствованное у другого. Откуда в человеке жизнь? Она дана Богом. Ангелы, есть ли у них собственная жизнь в самих себе? Нет. Но Иисус сказал, «Имею жизнь в самом себе. Имею власть отдать жизнь, и имею власть принять ее». Тот, кто умирает на том кресте, должен отдать свою жизнь, свою, а не отдолженную у другого, настоящую жизнь. Почему человек на том кресте должен быть Богом? Кто еще, кроме Бога, мог бы выдержать и принять весь Божий гнев и воскреснуть? Горы тают от гнева Божьего, реки высыхают от гнева Божьего, народы исчезают от гнева Божьего, и в один день вся вселенная будет растворена в огне гнева Божьего. Кто, кроме самого Бога, может выдержать его гнев и вновь восстать? Почему человек на том кресте должен был быть Богом? Я однажды проповедовал в университете несколько лет назад, и потом, во время вопросов и ответов, встал один студент. Он был возмущен. Он сказал, «У меня проблема с вами, проповедник». Я сказал, «Какая? Как может один человек страдать несколько коротких часов на том кресте и заплатить за все грехи бесчисленного множества людей и спасти их от вечности в аду? Это неправильно». И я расплакался. Я сказал, «Молодой человек, спасибо вам за этот вопрос, потому что я дам на него мой любимый ответ». Один человек мог страдать несколько часов на кресте и спасти несчетное количество людей от ада по той причине, что он стоил гораздо больше, чем все они вместе взятые. Когда богословы говорят о совершенной жертве Христа, они не только говорят, что он был безгрешен, они также говорят о бесконечной ценности его жизни, которую он отдал. Возьмите все, что в космосе, положите все, что вы сможете найти, звезды, галактики, светила, планеты, земли, горы, долины, мотыльков и людей, деревья и облака, все, что сможете найти, пыль и камни, все, что только можно, все творение во Вселенной, положите их на одну чашу весов и поставьте Иисуса на другую, и Он перевесит все. Это Его ценность. Он Бог. Его ценность нельзя ни измерить, ни оценить, ни сравнить. Вы видите ценность Христа. Кто-то должен был умереть, и это был человек. Кто-то должен был умереть, и это был Бог. Христос является и тем, и другим. Давайте поговорим о Его смерти. Тут сказано «в крови Его», искуплением в крови Его. Он должен был умереть, не потерять сознание, не перетерпеть, не ушнуть, но отдать свою жизнь. Он должен был умереть. Но как? Я был в Европе несколько лет назад и преподавал семинар цыганским миссионерам в немецкой семинарии. И после курса я очень устал, пошел в библиотеку поискать книгу, почитать. Все было на немецком, я хотел найти что-нибудь. И вот, наконец, я нашел книгу под названием «Крест Христов». Это была не книга Скотта, это была другая, и я не слышал о ней до этого. Она также называлась «Крест Христов». Я открыл ее и начал просматривать, чтобы понять, что говорит автор, и наткнулся на такие слова. «Когда Иисус Христос был на кресте, Бог посмотрел вниз с небес и увидел страдания, которые причинили Божьему Сыну римляне и засчитал это как плату за наши грехи». Это ересь. Это ересь. Но если вы послушаете большинство проповедников сегодня, то вы услышите только это. Когда вышел фильм Мэла Гибсона о страстях Христовых, я не смотрел этот фильм и не имею желания спорить о нем, и не собираюсь смотреть его. Но когда была эта шумиха, один очень известный проповедник заявил в своей передаче на радио. Я тогда работал на ферме, я включил радио, сел на заднее сидение и слушал. И вот проповедник говорит, «По причине всей этой шумихи вокруг этого фильма я чувствую, что было бы очень правильным посвятить все время эфира на радио, чтобы объяснить вам истинное значение креста». И я подумал, «О, слава Богу!» И он потратил целых полтора часа, объясняя все то, что римляне сделали с Иисусом, и в конце сказал, «Вот именно так были оплачены ваши грехи». Он говорил о том, как его били и как бичевали. Он рассказывал о плетке девятихвостки. Он рассказывал, как Христа привязали к столбу. Он говорил о том, как его кидали на землю. Он говорил о гвоздях и терновом венце. Он говорил о копье в боку. Он говорил об удушении на кресте и муках распятия. Он говорил абсолютно обо всем. И я хочу, чтобы вы знали, что я ничего не собираюсь умолить из физических страданий Христа, но тот человек полностью упустил Евангелие. Если вы спасены сегодня, то вы спасены не потому, что римляне пригвоздили Иисуса ко Христу. Вы спасены не потому, что иудеи избили Его. Если вы спасены сегодня, то только потому, что когда Он был на том кресте, Он понес ваши грехи, и Его собственный отец поразил Его. Мы спасены не тем, что римляне сделали с Иисусом. Мы спасены тем, что Бог сделал с Иисусом. Он сокрушил Своего единородного Сына. Задумайтесь об этом. Он висит на кресте, и Он взывает, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И тут большинство проповедников вам скажет, «Бог Отец посмотрел на Сына, и, увидев Его раны и страдания, отвернулся, потому что Он не смог вынести этого». Это романтическая ложь. Это не то, что сказал Иисус. Иисус Сам засвидетельствовал, что Отец оставил Его. Почему? Потому что Он стал жертвой за грех. Он понес ваш грех. Он стал козлом отпущения. Он стал тем змием, вознесенным в пустыне. Давайте прочитаем. Откроем Псалом 21 на минуту. Прочитаем стих 2. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения, но Ты святый». В первых двух стихах Он кричит к Богу, и Его жалоба. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И аргумент на это в пятом стихе. «На Тебя уповали отцы наши, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они, и были спасаемы. На Тебя уповали они, и не оставались в стыде». Вот Его аргумент. «Отец, никогда за всю историю Твоего завета с Израилем не было того, чтобы они взывали к Тебе, и Ты оставил их. Но вот Я повешен на этом древе. Твой единственный Сын, Мессия, почему Ты оставил меня?» И Он сразу же отвечает на этот вопрос в четвертом стихе. «Но Ты святый». И стих 6. «Я же червь». «Я же червь». По закону Израиля, лидеры должны выйти старейшими, и они возлагали свои руки на козла, символически перенося грехи народа и перекладывая их на голову козла. Один козел должен быть заклан, другой должен быть выведен за пределы лагеря и быть отпущенным в пустыне и умереть. И автор послания евреям говорит, что Иисус Христос пострадал за вратами города, оставленный Богом и оставленный Божьими людьми и понесший грехи. Трижды, трижды святой. Разве вы не понимаете? Вы читали Исайю 6 главу? «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его, и поколебались вверхи врат от глаз о восклицающих». Иоанн в 12 главе говорил нам, что тот Бог, которого Исайя видел, был Сын Божий. Исайя видел Его славу, и славные архангелы на небесах не могут даже смотреть на Него по причине Его красоты, чистоты и славы. Серафимы названы пламенеющим огнем в послании к евреям. Они горят не собственным огнем, но отражают пламенеющее сияние святости Сына Божьего, отражение Его красоты. И вот этот единственный оставил трон, на котором только Его одеяние наполняло славой все, что можно наполнить, где Его безмерная слава наполняла собой все на земле, на небе и даже в аду. Он сошел с того трона и стал человеком, зашел на крест, и тот, кто не знал греха, стал жертвой за грех для нас. Закон гласит, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Знаете ли вы, что значит быть проклятым? Это страшно. Вы должны проследить это через весь Ветхий Завет. Это крайне тяжело. И мне придется стоять тут всю ночь и следующую, чтобы донести до вас, что это значит. Как вы можете достучаться до людей, чтобы объяснить им, что Бог их проклял. Тут говорится, во-первых, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, написанного в книге закона. И это значит, что до вашего обращения вы находились под проклятием Бога. Понимаете ли вы, что значит находиться под проклятием Бога? Есть только один путь, которым я могу обрисовать это. Это значит, что грешник настолько подлый и отвратителен, и настолько нечестив и мерзок, и не только перед святым Богом, но и перед святыми небесами, что последнее, что услышит грешник перед тем, как сделать свой первый шаг в ад, это то, что все творение встанет на ноги и будет радостно рукоплескать Богу за то, что Он избавил землю от Него. Но Писание говорит, что Христос искупил нас от проклятия закона. Он стал проклятием вместо нас. Понимаете ли вы это? Вы скажете, «Брат Пол, мое сердце слишком твердое, я не могу рыдать». Так рыдайте о вашем каменном сердце. Он стал проклятием, словно кто-то злой и подлый. Давайте вспомним молитву в саду. «Отче, доминует Меня чаша сия!» «Доминует Меня чаша сия!» Капли крови и пота падали с Его лица. «Отче, доминует Меня чаша сия!» Эти проповедники, они говорят, «О, да, Иисус не хотел идти на тот римский крест!» Это ложь! «О, Иисус, эти харизматические проповеднички!» «Иисус боялся дьявола!» Богохуйства! «О, этот римский крест, этот кнут!» «Он так не хотел идти на это!» Абсурд! Позвольте мне задать вам вопрос. Я хочу, чтобы вы подумали вот о чем. После смерти и воскресения Христа до сего дня, приблизительное число умерших за исповедание веры во Иисуса Христа, мужчин, женщин, детей, составляет около 50 миллионов. Они умерли как мученики. От ранней церкви, через все века, до реформации и Пуретан. Представьте себе. Давайте возьмем для примера только раннюю церковь. Многие последователи Иисуса были распяты, не просто распяты, а распяты вниз головой. И даже не просто распяты, а полные смолы, облитые смолой и расставленные, как живые факелы для освящения улиц Рима. Но многие последователи Иисуса в цепях, раздетые для распятия, пели гимны, полные ликования. И вы правда верите, что начальник нашего спасения в том саду боится того самого креста, на который его ученики пошли, с сердцами полными радости? Вы полагаете, начальник нашего спасения настолько слаб? Подумайте, люди! Иисус боялся не креста или гвоздей, и не копья, и не терновых шипов. Что было в чаше? Я никогда не забуду. Это было в реформаторской школе, богословская реформированная школа. Несколько лет назад я приехал туда и сказал, «Вы звали меня проповедовать, вот я здесь». Они сказали, «Вы будете проповедовать в школьном классе». Я ответил, «Прекрасно, какой возраст?» Они сказали, «Ну, детская группа, лет около восьми». Я сказал, «Ну, я собирался говорить о заместительной жертве. Не слишком ли рано для них? Как вы думаете?» Они ответили, «Это не будет проблемой, мистер Уошер». Я пришел туда. И во время проповеди я остановился и спросил, «Что было в чаше?» «Что заставило Иисуса трепетать?» Я никогда не забуду эту маленькую восьмилетнюю девочку, которая подняла руку, и я сказал, «Да». Она поднялась, встала рядом со своей партой и ответила, «Мистер Уошер, гнев Бога был в этой чаше». Яростный Божий гнев на все злое был в этой чаше. Деревянный крест? Все люди находятся под яростным гневом Божьим по причине их злых грехов. Кто-то должен был выпить эту чашу гнева. Иисус Христос на кресте понес на себе вину своих людей и встал на место осужденных. И все святое, яростное Божье правосудие и вся его раскаленная добила святая ненависть ко греху обрушилась на голову Его единородного Сына. Неужели вы не читали, но Господу угодно было поразить Его? И Он предал Его мучению. Представьте на минуту дамбу, 10 тысяч миль высотой и 10 тысяч миль шириной, и вы стоите на расстоянии одной мили перед ней, перед стеной. И вот в какой-то момент стена дамбы рушится, и вся эта масса воды со страшным гулом устремляется на вас. Но перед тем, как первые капли достигли ваших ног, земля разверзает свои уста и поглощает это все до последней капли. Так и гнев Божий, предназначенный для людей, Сын Божий, берет эту чашу из рук Отца и выпивает до последней капли, и Он, возгласив, говорит, «Свершилось!» и отдает эту чашу назад, и ни одна капля не упала. Он выпил все. И если бы я обобщал все, что сказано в Ветхом Завете о чаше гнева, это было бы так. «И сказал Бог за все нечестие и беззаконие народов, я пошлю им мой гнев во всей его силе, и дам им чашу, и заставлю их пить, и они будут пить, и они обезумеют, и они погибнут». На том кресте Христос выпивает эту чашу. Вы ведь слышали историю об Аврааме и его сыне. «Пойди на гору и принеси в жертву своего единственного сына». Авраам идет на гору в послушании. Он связывает сына, и видно, что сын не сопротивляется. Старик достает нож, кладет одну руку на грудь своего сына и возносит другую, и его останавливают. Бог усмотрит себе Агнца. И вы скажете, «Ах, какая прекрасная история! Там в кустах барашек запутался своими рогами в ветвях. Какой милый конец у этой истории!» Но это не был конец. Это был антракт. Сотни лет спустя на холме Голгофы Бог-Отец возложит руки на своего единородного сына и поразит его. Кто-то должен был умереть. Вы видите, это тот крест, который современные проповедники ставят на задний план, и они не готовы его объяснять, потому что это позорная вещь, это ужасная вещь, это страшная вещь. Некоторые из вас, глядя друг на друга, думают, «Я никогда не слышал ничего подобного». В том-то и дело. И именно поэтому крест в вашей жизни имеет так мало силы. Это ужасающая вещь, тяжелая вещь, а не вещица, которую вы вешаете на шею. Кто-то должен был умереть. Правосудие должно быть удовлетворено. Чтобы проявить любовь, Бог сначала должен был удалить грех. И был только один путь сделать это – смерть Единородного Сына Божьего. И он умер. Вы теперь понимаете, в чем суть всей вашей христианской жизни. Павел говорит в 12 главе римлянам, он обращается к людям, он говорит, «Умоляю вас!» Как пастух умоляет любимое стадо, он говорит, «Умоляю вас!» О чем? Представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу. И Павел дает мотивацию. Он говорит, «Отдайте ваши тела, основываясь на милосердии Божьем». О чем он тут говорит? О том, что ваша мотивация отдать жизни для Христа – это милосердие Божье. Но милосердие Божье в 12 главе римлянам привязано к предыдущим 11 главам послания римлянам, где Павел с 1 главы по 11 объясняет нам все то, что сделал Бог во Христе для нас. И он говорит, «Вот все, что сделал Бог во Христе, и теперь положите свои жизни за Него». И чем больше вы познаете этот крест, тем больше вы полагаете свою жизнь за Него. Он более не маленький аксессуар, который вы приняли, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Он и есть ваша жизнь. Он тот, кто наполняет вас. Вы находитесь в Его руках. Каждая мысль, каждое суждение, каждое слово, все, что вы делаете. Почему вы делаете это, Сэр? Потому что Христос пролил свою кровь за мою душу. Любовь Бога во Христе наполняет меня. Он умер. Он принес жертву, и творение подхватило этот призыв. Он принес жертву, одна жизнь заплатила за всех. Он принес жертву, невиновный должен быть убит. Он принес жертву, и привел человека обратно к Богу. Он умер. Это удивительно, что Дух может делать, когда Он здесь. И это удивительно, что не может быть сделано, когда Его здесь нет. Но Христос умер. Этих слов должно быть достаточно, чтобы разбить ваше сердце на тысячу кусков и повергнуть вас на пол в поклонении. Христос умер. За вас. Но Павел говорит нам, Писание говорит нам, что Он не остался мертвым. И это не только смерть Иисуса Христа, которая спасает нас, так же воскресение Иисуса Христа, часть всей истории. Если бы Он остался мертвым, то не было бы ничего, не было бы надежды, все было бы изорвано в клочья. Но Бог засвидетельствовал о Своем Сыне, воскресив Его из мертвых. И по воскресению Его из мертвых, Бог подтвердил Его полномочия и публично засвидетельствовал об этом через воскресение Иисуса Христа, что Его жертва была достаточной для искупления грехов Его людей. Христос умер. Христос умер. Христос воскрес из мертвых. И после сорока дней Он вознесся и воссел Одесную Своего Отца. Древние патриархи, отцы церкви первых пяти веков, они всегда использовали 23-й псалом для описания вознесения Иисуса Христа на небо. И тут мы можем рассмотреть это подробнее. Как евангельские христиане, мы постоянно защищаем божественность Иисуса Христа. Но никогда не забывайте этого. Иисус был Богом во всей полноте смысла этого слова. Но Иисус был человеком во всей полноте смысла этого слова. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Человек согрешил. Вся человеческая раса падшая. Человек должен умереть. И человек должен воскреснуть из мертвых. И на молитву Иова должен прийти долгожданный ответ. Как говорит Чарльз Спержен, нехорошо взять только верхушки истины и пробежаться по ним. Пробег по пиковым точкам истин не принесет вам пользы. Нам нужны не просто верхушки истин, нам нужно идти к их подножию, от подножия к вершине. Нам нужен спаситель, который является и Богом, и человеком. И этот человек, этот Бог, этот человек Христос Иисус воскрес из мертвых. И после сорока дней он вознесся, чтобы воссесть одесную Бога впервые за всю историю историй. Человек подошел к небесным дверям и возгласил то, что мы читаем в седьмом стихе. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». И все небеса за теми вратами замерли в шоке и в крайнем удивлении. Наконец, кто-то смелый поднял свою голову и решился спросить, «Кто сей Царь славы? Кто смеет говорить этим вратам? Ни один человек не смел зайти так далеко или положить свою руку на замки этих ворот? Кто сей Царь славы?» И вот неожиданно, Господь, Мессия, Христос, «Сын Божий и человек отвечает на вопрос, Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани, поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». И впервые, за время всех времен, те врата открылись для человека. Он вошел в те врата, и все, что когда-либо было сотворено, пало на свои лица. И славу имени Христа прославьте ныне все уста. Святые ангелы падут, пред Ним венец Ему несут, провозглашает Бог Его, великим Господом всего, «О, поправший смерть, разбивший грех, на троне агнец выше всех!» И я словно бы вижу его, как он подходит к своему отцу, смело! Это его право! Поднимается по ступеням к трону, по сравнению с которым трон Соломона словно по пьемаше, и садится, даже не спрашивая разрешения, и смотрит на своего отца не вопросительно, а утвердительно, и говорит, «Отец, совершилось!» И отец отвечает, «Сын, воистину, совершилось!» Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, Которого вы распяли. И даже не мечтайте, что я буду просить воспринять Иисуса как Господа вашей жизни. Это самая глупая вещь, которую только можно сказать. Иисус Христос есть Господь вашей жизни, независимо от того, служите вы Ему или нет, проклинаете ли вы Его или благословляете, ненавидите Его или любите. Он есть Господь вашей жизни, потому что Бог дал Ему имя выше всякого имени. И перед именем Иисуса Христа склонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Он есть Господь. Некоторые из вас преклонятся по причине той благодати, что было даровано вам. Другие преклонятся потому, что их колено будут разбиты тем, кто правит народами жезлом железным. И я не извиняюсь перед вами за этого Бога Библии. Я пришел сюда от длинной вереницы людей, большинство из которых уже погребены, но все они восстанут во славе. Все те, кто не трясется по поводу мнения людей или большинства сегодняшнего евангельского сообщества. Я хочу, чтобы вы знали, что есть Бог на небесах, и Он достоин всей славы и чести, которой Он требует от вас. И Он в своей любви и славе сделал возможным то, что Он провозглашает. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте без серебра и без платы вино и молоко, для чего вам отвешивать серебро за то, что не насыщает. Придите ко мне и вкушайте, говорит Он, вино и молоко. Дам вам неизменные милости, обещанные Давиду. Мои пути не ваши пути, мои пути выше ваших путей, как семя, падшее в землю, напаяется водой и вырастает, так и слово Мое, оно состоится и исполнится. Он повелевает каждому в этом зале покаяться в своих грехах и верить в Евангелие, искать Господа, когда можно найти Его. Брат Пол, могу ли я быть спасен? Я не знаю. Позвольте спросить. Вот вы пришли сюда сегодня. Вы пришли, кто-то пригласил вас и все то, что вы делали, это смотрели на часы в нетерпении, когда же все это закончится. Ваши мысли блуждали и вас все это мало заботит. Христос не стал значить для вас больше, чем когда вы вошли сюда. Тогда мой ответ вам, нет, вы не можете быть спасены, по крайней мере, не сейчас, потому что в вашем сердце нет раскаяния, нет сокрушения над грехом, нет сокрушения над той ценой, которая была заплачена за то, чтобы вы могли жить. Но, возможно, вы скажете, брат Пол, я пришел сюда сегодня, я не собирался ничего слышать, но, возможно, во время поклонения Бог коснулся вашего сердца и вы стали задумываться о вечности, и, возможно, во время проповеди Евангелия вы начали понимать греховность и свою падшую природу перед Святым Богом, и потом, когда вы слышали о Христе, ваше сердце подпрыгивало от радости, и вы сказали себе, «Есть ли надежда для меня?» «Да, есть надежда для вас!» «У вас есть покаяние!» «Во всяком случае, его семена!» «Теперь вам не достает одного!» «Веруйте в Господа Иисуса Христа, и вы будете спасены!» «И вы будете спасены!» «И вы будете спасены!» «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется!» «И всякий верующий в Него не постыдится!» «Но знайте вот что!» «Часы тикают!» «И время бежит!» «И смерть и ад движутся!» «Христос вернется!» «Люди говорят мне, Я не волнуюсь, Он не вернется еще тысячу лет!» «Может быть и так, но вы пойдете к Нему в течение 25, 50, 60 лет!» «Каждый из сидящих в этом зале пойдет и встанет перед Ним!» «Мы уйдем туда, или Он придет сюда!» «Нет никакой разницы!» «Вы увидите Его, и вы встанете перед Ним!» «Он грядет!» «И когда Он придет, это будет одновременно и прекрасно, и абсолютно ужасающе!» «Как один проповедник сказал, «У меня есть хорошая новость и плохая новость!» «Хорошая новость!» «Бог здесь!» «Плохая новость!» «Бог здесь!» «Все зависит от того, по какую сторону вы стоите!» «Он грядет!» «Он придет с разгоревшихся небес и величайшие и могущественные из людей со всеми своими армиями при одном взгляде на того, кто восседает на том коне!» «Будут молить, чтобы горы пали и скрыли их!» «Вы видите, вы должны понять, что Его суверенитет и власть таковы, что Он восседает абсолютно над всем с абсолютным суверенитетом!» «И если вся сотворенная вселенная, ангелы и люди, демоны и дьяволы восстанут на Него, то у них будет не больше силы, чем у одного слабейшего из них против Него!» «У них будет не больше силы, чем у букашки, которая бьется головой о гранитную гору!» «Вы будете судимы!» «И если ваше имя не записано в книге жизни у Агнца, вы будете сочтены недостойными, и вы будете ввержены в ад!» «И не покупайтесь на эту басню, что, мол, небеса являются небесами, потому что Бог там, а ад является адом, потому что там нет Бога!» «Нет, друзья мои, ад является адом, потому что Бог там!» «Ад – это чистая пламенеющая ярость и правосудие Бога!» «Разве вы никогда не читали, «Тот будет мучен в огне и сере пред Агнцем и святыми ангелами его!» «Это не дьявол, тот, кто управляет адом!» «Это Бог, тот, кто управляет адом!» «Вы скажете, «Ой, я никогда не слышал ничего подобного!» «Я знаю, и в этом ваша беда!» «В этом ваша беда!» «Покайтесь!» «Веруйте в Евангелие!» «Лучшее, что я могу сделать для вас, это отвернуть вас от людей и повернуть вас к Богу! Ищите Господа, пока Он не спасет вас! Ищите Господа! Взывайте к Нему! Веруйте в Него! Но знайте вот что! Если сегодня что-то случилось в вашей жизни, и вы поверили, что Бог обращается к вам, я хочу, чтобы вы знали, это не только сегодня должно убедить вас, что Бог спас вас. Потому что если вы думаете, что Бог спас вас сегодня, но вы выйдете из этой церкви, и вы не начнете меняться, и вы не начнете расти в благодати, и в познании Бога, и расти в желании быть с Ним, и ходить с Ним, но отпадете, как и многие другие, знайте, сегодня здесь вы не получили ничего! Доказательство вашего спасения – это не то, что вы один раз в вашей жизни помолились молитвой. Доказательство вашего спасения – это то, что вы постоянно продолжаете ходить с Ним, и тот, кто начал вас доброе дело, закончит его. Помолимся. Отче, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына. О, что за Сын! О, что за Спаситель! Слава Богу! О, на тысячах языках прославьте Великого Искупителя! Да славят имя Иисуса все небеса! Да падут ангелы ниц пред Ним! Принесите царскую корону и коронуйте Его Господом всего! Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...